Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24. С главными темами этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. Начнем. Почти 22 миллиарда рублей вложили алтайские аграрии в технику в прошлом году. Такие данные приводит региональный Минсельхоз. Наибольшие инвестиции в техническое перевооружение сделали аграрии Шипуновского района. На покупку оборудования они направили миллиард 330 миллионов рублей. На втором месте по вложениям в сельское хозяйство оказались предприниматели из Целинного района. Они выделили 973 миллиона рублей. На третьем месте Волчихинский район и 759 миллионов. Также в десятку лидеров вошли Зональный, Смоленский, Ребрихинский, Бийский, Калманский, Локтевский и Поспелихинский районы. Рыбаков, застрявших на мотобуксировщике на реке, спасли в Барнауле. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Мужчины отправились на опера на утром. Чтобы порыбачить, транспортное средство застряло в русле реки. На лед вышла вода и рыбаки оказались в ловушке. На помощь они позвали сотрудников МЧС. Рыбаков искали специалисты инспекции по маломерным судам, оперативная группа МЧС и сотрудники полиции. Несмотря на темное время суток и туман, спасателям удалось быстро найти и обогреть мужчин. Они не пострадали. Лед с каждым днем теряет свою прочность, становится рыхлым. На его поверхность выходит вода. Выезд на такой лед крайне опасен. Стоит особо подчеркнуть, что спасательные работы при таких происшествиях требуют привлечения значительных сил, средств и специальной техники. Следует помнить, что в то время, пока специалисты МЧС России вызволяют игнорирующих запреты и выезжающих на лед граждан, помощь может понадобиться другим людям, оказавшимся в опасной для жизни ситуации. Окунуться в атмосферу советского времени смогли барнаульцы в эти выходные. В Доме культуры «Октябрьский» прошла выставка аудио- и видеотехники 80-х годов. Подробности в следующем сюжете. В эти выходные барнаульцы посетили выставку аудио- и видеотехники 80-х годов. Ну а для тех, кто не успел познакомиться с экспонатами о самых необычных, расскажем прямо сейчас. Знакомство с выставкой лучше всего начинать с первого массового телевизора КВН-49. Его начали выпускать в 1949 году. И когда подобный аппарат появлялся в любом многоквартирном доме, вечернюю программу смотрели все соседи. Ну а этот телевизор выпустили чуть позже, в 1956 году. Назвали его «Авангардом», и тогда он показывал целых пять телеканалов. Оформили его в такую дизайнерскую деревянную огранку. И, по крайней мере, сейчас можно здесь посмотреть «Королеву бензоколонки». Ну а это катушечный магнитофон «Тембр». Его начали выпускать в 1964 году. Кстати, аппарат использовали в профессиональных целях. На нем записывали звук музыканты, радио и тележурналисты. Кстати, на выставке можно увидеть и игровые приставки. К примеру, это называется «Видеоспорт 3». Ее начали выпускать в 80-е годы. И тогда можно было играть в несколько видов игр. Например, футбол, теннис и даже лапту. Выставку организовали барнаульские студенты-коллекционеры. Родион Казаков и Данил Гостяев. Они собрали больше 20 экспонатов. В планах теперь создать небольшой передвижной музей. Это все делается для того, чтобы это все сохранить. Потому что у каждого экспоната своя судьба. Если бы он не попал к нам, возможно, он бы попал к какому-то другому коллекционеру. Ну или просто на разбор кому-то. Это было бы печально. Следующую выставку парни планируют провести летом на открытом воздухе. Посмотреть экспонаты можно будет бесплатно. Возрастное ограничение – ноль плюс. Дарья Кончина, Анатолий Фукс. Новости. Слабослышащая жительница Барнаула Алина Ситник стала победительницей премии «Успешная мама». В 23 года она воспитывает двоих детей и развивает собственный блог. Там девушка показывает свою жизнь в кругу семьи, делится советами с другими мамами и снимает смешные ролики. Сейчас у Алины уже 30 тысяч подписчиков. Премию «Успешная мама» проводят с 2014 года. Ее задача – поддержать работающих матерей и дать им возможность реализовать себя в профессии. Конкурс проходит в 14 номинациях. Например, «Бизнес-мама», «Спортивная мама», «Мама-общественный деятель» и других. Алина выбрала номинацию «Блогинг». Для нее это важная победа. Так девушка может доказать, что слабослышащие могут все. А у меня все. К этому часу еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего дня. Не переключайтесь.